Здравствуйте, друзья! Меня зовут Павел Лебедев, и мы начинаем класс на тему инфографика и визуализация данных. Для того, чтобы вы понимали, откуда я все это знаю, я уже больше 16 лет работаю в маркетинге, рекламе и дизайне. Я работал руководителем отдела веб-дизайна в лаборатории Касперского еще много-много где, и последние два года занимаюсь тем, что я обучаю крупные компании типа Центробанк, Сбербанк, Роснано и другие, как визуализировать данные, как делать так, чтобы вот из всего того, что вы показали, это было понятно, наглядно и так далее. И вот сегодня мы с вами поговорим о том, как это сделать и как сделать инфографику. Я думаю, что это будет полезно как для дизайнеров, которые именно визуализируют это там в фотошопе, в иллюстраторе или где-нибудь, так это будет полезно и для недизайнеров. То есть все люди, которые работают с PowerPoint, с Word, Excel, с любыми другими программами или просто у вас есть данные, которые нужно как-то наглядно показать. Потому что мы будем в этом классе говорить про то, как из всех данных выбрать важное, как сделать так, чтобы это важное было видно, ну и еще несколько интересных тем я припас для вас. Итак, поехали. Первая тема, первый вопрос, а зачем вам нужна инфографика? Об этом сейчас поговорим. Посмотрите сюда, вы видите три одинаковые секции вот на этом экране, правильно? Неправильно. На самом деле то, что вы видите и выглядит как три одинаковые секции, не является тремя одинаковыми секциями. Это всего лишь 28 процентов, а это 33. Удивительно, но наши глаза, они сильно ошибаются, они могут ошибиться более чем на 30 процентов, потому что мы оцениваем информацию в первую очередь визуально. То есть для нас площадь фигуры важнее, чем вот какие-то углы, которые задумал дизайнер. И вот еще более наглядный пример. Сейчас вы посмотрите на графики, и я сразу прошу извинить, что тут может быть политический подтекст, но тем не менее очень классный пример. Так вот, вы сразу поймете, в какой стране хуже, в какой стране лучше. Сразу сделаем вывод. То есть вот пенсионный возраст Беларусь, Россия, Украина, Казахстан, Польша. В принципе все понятно. Но теперь давайте взглянем на цифры. Беларусь 60, Россия 60, Польша 60, только в два раза больше. Удивительно. Но тем не менее, мы вывод свой уже сделали. Некоторые студенты у меня на курсах говорят, что так это цифры, наверное, неправильные. Именно так мы и думаем. То есть большинство людей готовы усомниться в цифрах, но не в графиках. И это удивительная вещь, потому что мы визуально воспринимаем информацию. Давайте уберем весь этот декор и сделаем вот такую вот картинку. То есть здесь уже, ну, нету такого искажения. В принципе, видно, что, ну, не так сильно различается пенсионный возраст в разных странах. Но и эта картина не является объективной. Потому что здесь мы начинаем судить, опять же, по величине этих графиков. А здесь они в несколько раз меньше, чем тут. Тоже неправильно. Выравниваем теперь ось пересечения осей там, где ноль. И мы видим, что в целом-то не такое большое различие в разных странах. Но и это, опять же, не объективная история. Потому что тот вопрос, который я вам задал в начале, который звучит так, а в какой стране лучше, какой стране хуже, мы судим только по одному графику. Ну, конечно же, нельзя так судить. И если уж говорить про пенсионный возраст, важен не сам пенсионный возраст. Важно, сколько люди живут на этом пенсионном возрасте. То есть вот, предположим, в России средний возраст, вернее, пенсионный возраст 60 лет для мужчин, а среднее время продолжительности жизни у мужчин 59,1 год. Получается, что как-то так, в России не доживают 0,9 лет до пенсии. Может быть, оно и так. Конечно же, остаются вопросы, да, а какого года эти данные? Актуальны они сейчас или нет? Но тем не менее, самое важное, что я вам хотел показать, что мы судим по графикам гораздо раньше, чем понимаем вообще, о чем они. То есть мы в первую очередь понимаем визуальную информацию и считываем ее. Если мы не знаем, как вообще работать с данными, как показать важное, тогда мы можем либо донести неверный вывод до аудитории, либо мы просто можем не донести тот вывод, который у нас есть. И вот сегодня мы с вами поговорим об инфографике. Так вот, что такое инфографик? Да, окей, Google, что такое инфографик? Раньше инфографика назывались вот такие вот графики, хождение Винни-Пуха по гостям. В общем, все что угодно, что является графиком называют инфографикой. Другой пример инфографика назывались вот в энциклопедиях или вообще каких-то изданиях были вот такие большие исследования ученых с большим количеством данных, там много-много, такие огромные плакаты из этого делались, это называли инфографикой. Журнальные статьи, то, что побеждает на конкурсах типа Малафей и другие, вот это называли инфографикой. Но на самом деле визуализация данных, вот то, что тоже называют инфографикой, она появилась достаточно давно и вот сейчас вы видите пример. Эта картинка сделана еще в 1854 году доктором Джоном Сноу. Что он здесь пытался найти? На самом деле он отметил на улицах Лондона, где люди умерли от холеры, а где были колодцы рядом с так или иначе с этими людьми. И он обнаружил, что причина холеры оказывается в том, что был зараженный колодец. Раньше этого не знали. Так вот, получается, что вот эта инфографика, она спасла миллионы жизней. Надеюсь, что ваши макеты, они будут не столь драматичными, как вот этот, хотя чье-то время это точно спасет. Может быть, может быть и жизни, как знать, да? Но тем не менее, именно визуализация данных помогла найти тот вывод, который так был нужен. Вот еще один пример, да? Как Наполеон шел до Москвы, с какой численностью он возвращался обратно. Да, видите, уже тогда гиф-анимацию придумали. Ну нет, конечно, но тем не менее, гиф-анимация гораздо нагляднее. И видно, сколько людей было у него дам и сколько он возвращался обратно. То, что мы видим каждый день в переходах на транспорте и так далее, вот это тоже называют инфографикой. Какие-то вот красивые такие машущие анимации тоже называют инфографикой. То, что вы видите в телефоне, визуализация данных, которые у вас есть, это тоже называют инфографикой. Кстати, кто из вас пользуется Шазамом, да? Который тоже как-то визуализирует. Помните, еще давным-давно были такие графические эквалайзеры, которые показывали какие-то такие вот красивые штуки с музыкой, когда музыка играла, и вот там красиво как-то развивается какая-то фигурка и циферки. Это тоже, можно сказать, визуализация данных. Итого, инфографикой в рамках вот нашего класса мы будем называть все, любой дизайн-макет, в котором есть смысл, и этот смысл доносится за счет визуализации данных. Почему так? Потому что, ну вот так чаще всего называют. Да, есть ребята, которые говорят, что нет инфографика, это только вот то, сё, пятое, десятое. Но мы сейчас будем говорить вообще про визуализацию данных в целом, не углубляясь в какие-то прям узкие-узкие темы. Надеюсь, вас это устроит, и это поможет вам в первую очередь в работе дальше. Так вот, какая же цель вот этой инфографики, цель визуализации данных? Я считаю, что это в первую очередь принести пользу читателю и пользу тому, кто будет этот материал потреблять. Ну вот, собственно, какие пользы бывают. Первое, это экономия времени. Когда у нас было какие-нибудь там, не знаю, таблицы сложные, цифры, много всего, и нужно было в этом закопаться, разобраться, или можно наглядно это представить, и сразу становится понятно, ага, деньги пошли сюда, или там сюда, или сюда, или ресурс, неважно. Но суть в том, что эта штука сразу позволяет быстрее донести нужный вывод в голову аудитории. Второе, вторая польза, которая бывает у инфографики, это информация. Но тут есть некоторый нюанс, потому что, сейчас мы с вами про это поговорим, да, то есть вот, например, в свое время я делал инфографику зависимость DPI от размеров макетов. Кто из вас занимается полиграфией, знает, что такое DPI, но у дизайнеров это очень популярная такая цифра, о которой часто бывают споры, когда с заказчиком, да, а насколько DPI делать макет, там много точек на дюйм, мало точек на дюйм и так далее. И вот в свое время я сделал эту инфографику, загрузил свои сообщества по дизайну и как-то устроился на другую работу, и там снова возник у моих дизайнеров спор с заказчиком на этот же самый предмет. Они сами нашли в интернете эту картинку, показали заказчику и сказали, вот, смотрите, видите, написано же, поэтому делаем так. Хотя это штука, которую, собственно, составлял я, но это не значит, что она неверная, правильно? Но, тем не менее, это информация, которая полезна и которой будут пользоваться. Но тут есть важный нюанс. Очень часто мне ребята говорят, что нам нужно, ну вот наша презентация или инфографика, слайды или просто какой-то макет нам нужен для того, чтобы проинформировать наших читателей о том-то, том-то, том-то. Но вот в чем момент. Кто из вас сейчас испытывает недостаток в информации? Скорее всего, наоборот. Скорее всего, информации у нас более чем достаточно, и нам нужно, наоборот, меньше информации. И новая информация, она заходит в голову с большим-большим трудом. Так вот, если у нас ключевая цель — это информирование аудитории, то надо сделать так, чтобы аудитория очень-очень-очень хотела, чтобы вот эту информацию она получила. Как вы сейчас, надеюсь, понимаете, для чего вам нужна вот эта информация. Кстати, именно в начале, в начале именно поэтому я рассказал, какую пользу принесет вам инфографика в работе. А если не рассказал, можем рассказать про это потом. Так вот, следующая — социальная польза. Это следующая польза, которую может принести инфографик. Не во всех случаях это применимо, но, тем не менее, это часто встречается, да? То есть вот, пожалуйста, забавная инфографика — причины, по которым девушки носят хвостик. Это очень удобная голова, ой, это очень удобная, это очень удобная красивая прическа, либо голова грязная. В принципе, никакого особого смысла или там экономии времени эта штука не несет, но такими картинками очень хочется поделиться, и, собственно, за счет этого сайта Эдмиру набирает огромную популярность, потому что они распространяют такие материалы, и люди сами распространяют их. Ну, или вот еще один пример, да? Одежда у женщин, одежда у мужчин — жакет, кардиган, блейзер, джемпер, свитер или у мужчин — свитер. Ну, вот так вот. Следующее, что может помочь сделать инфографика, она может донести эмоции или вызвать какие-то переживания у аудитории. То есть, до этого у нас были там просто несколько цифр, а вот теперь это где-то вот тут вот отзывается гораздо глубже, и мы начинаем принимать этот вывод лучше. Вот пример. Эта инфографика, которая называется Gross Miscalculation, то есть большой просчет, фактически состоит из пяти цифр. И ключевой вывод в том, что люди в Великобритании примерно в 200 раз недооценивают масштаб катастрофы, который был в Ираке в 2003 году. И, ну, казалось бы, да, ну в 200 раз. Ну, понятно, да, много, наверное. Но как это подано, посмотрите здесь. То есть вот, пожалуйста, 44 процента людей в Великобритании думают, что меньше пяти тысяч иракцев погибло. И вот каждый крестик здесь — это тысяча человек. Дальше, 15 процентов думают, что между пятью и десятью тысячами иракцев погибло. И вот здесь еще пять квадратиков, ой, крестиков. Ну, в принципе, да. А теперь 123 тысячи 600 — это столько вооруженных сил погибло в этом конфликте. И мы видим, насколько это больше. Двигаемся дальше. 654 900 — это столько мирного населения погибло за время этого конфликта. Двигаемся дальше. А вот это суммарная жертва всего конфликта, включая и экономические последствия, и в том числе и болезни, и так далее. То есть, если мы посмотрим на весь этот макет, окажется очевидным, что в 200 раз это очень как бы много. И если мы слышали про это до этого, оно не вызывало здесь никакого чувства, то сейчас мы видим, насколько это реально много и насколько это большой просчет. Вот таким образом это работает. Но еще то, что помогает делать инфографик, она помогает решать бизнес-задачи. И не только бизнес-задачи дизайнера, чтобы продать заказчику и сказать, что «дорогой заказчик, я теперь умею делать инфографику», хотя это тоже востребованный, это тоже способ, как оно может помочь, но это помогает решать бизнес-задачи именно компании. Вот, пожалуйста, пример. Я очень люблю эту инфографику. Наверняка многие из вас пользовались ею в работе, даже не в работе, пользовались ею дома. Да, это инфографика IKEA, которая показывает, как нужно собирать мебель. И у них нету никаких там, не знаю, текстов и так далее. Простые, простые картинки, написано, что куда прикручивать, ничего особенного. Но, тем не менее, эта штука экономит компании IKEA десятки миллионов долларов в год. Каким образом? Да очень простым. В компании IKEA порядка, не знаю, 30 или в 40 странах мира находятся эти магазины. В каждом магазине несколько сотен тысяч товарных позиций. У каждой товарной позиции должна быть какая-то инструкция. А теперь представьте, 100 тысяч макетов нужно локализовать, то есть перевести на 30 языков. Какая армия должна быть, дизайнеров, переводчиков и так далее, для того, чтобы это все было осуществимо. В результате можно было сделать один раз вот такой макет, чтобы решить эти вопросы и сэкономить деньги. Поэтому эта штука действительно помогает компании экономить деньги. Но если это до сих пор не очевидная история, давайте сравним с тем, что у нас есть с российскими аналогами, как это выглядит инструкция. И вот, пожалуйста, мы видим, что как-то так. Особенно больно смотреть на это тем парням, кто действительно собирал шкафы по этой штуке и по этой штуке и понимает, в чем разница. Да, но здесь бизнес-задачи, наверное, другие, поэтому и инфографика такая. Но, тем не менее, эта штука может экономить много денег для компании. Вопрос как?